Жировичи – святыня православного мира, белорусских верующих и не только белорусских. Здесь побывали и всегда будут приезжать сюда люди со всего мира. Поэтому мы договорились, что в течение трех лет приведем не просто в надлежащий вид эту землю святую, как Владыка говорит, намоленную землю, мы должны за течение трех лет, включая этот год, сделать из жирович жемчужину. Это первое. Второе, чтобы не темнить, я хочу сказать главное вначале, почему вообще мы здесь с вами собрались. Здесь, к сожалению, мы переживаем неспокойные времена. Не буду конкретизировать. Просто напомню, что на фоне этой болезни, пандемии, как ее назвали, нас попробовали сначала расшатать и, как уже сегодня видно, сломать. И даже не поставить на колени. Все шло к тому, чтобы мы исчезли, как государство и как народ. Сначала блицкриг, который не удался. Затем заигрывание с народом, цветочки и прочее. Богохульство. К сожалению, и храмы были подключены к этому. Католическая попытка была почти все их подключить, и многие поддались на это. Ну, и у нас среди православных были определенные шатания, с которыми, я вижу, на сегодняшний день, и владыка, и церковь справились. Православная церковь. Это того стоит. Успокаиваться нельзя. После того, как не удалось сломать страну, перешли к мощнейшей информационной атаке. Не получилось. Тогда перешли к экономическому удушению. Остался последний этап, я уже об этом говорил, интервенция. Вот в этом глобальном противостоянии есть отдельные эпизоды, которые имеют фундаментальное значение для существования белорусской нации. Один из них, мы это наблюдаем в последнее время, и с нашим патриархом мы недавно обсуждали эту тему, попытка сломать православие в Беларуси. Проверенным путем идут объявления автокефалия. Письма пошли в Константинополь, письма пошли к нашему патриарху, он об этом мне говорил. Да и тут мы видим уже этот разворот. Наталье Ивановне я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт, чтобы мы, не дай бог, ну скажу откровенно, по-народному не проспали этот момент. Мы должны сделать все, чтобы главное наше достоинство, межконфессиональный мир, сохранить Беларусь. Начинают бить им по межнациональным отношениям, противопоставляя поляков белорусам, белорусов русским, евреям, татарам и так далее. И если, я в это даже не верю, но если вдруг вспыхнет межнациональная рознь, о чем я вчера говорил на краю нашей страны, если вспыхнет межрелигиозная рознь, мы страну не удержим. Этого не будет, я сразу говорю. Но мы должны быть готовы ко всему. Мы не должны допустить, чтобы в нашей стране мирной, спокойной, где существуют основные главные конфессии, мирно уживаются, были порушены наши святыни и наша вера. Поэтому на этом святом месте я хотел бы, чтобы мы обсудили главные вопросы, которые нас касаются в плане межконфессиональных отношений, межконфессионального мира. Это святое место. Здесь находится икона Жировичской Божьей Матери, одна из наиболее почитаемых христианских святынь. Здесь расположенный мужской монастырь, духовная семинария, основная духовная семинария. Надо посмотреть, что мы еще не сделали для семинаристов. Это не только основа православной церкви, но и значительный камень-фундамент белорусской государственности, будущие священнослужители. Они должны достойно обучаться и достойно здесь жить. Здесь свой покой получил наш митрополит Филарет, который преданно и надежно служил Беларуси. Мудрый, духовный наставник. Думаю, что он сегодня смотрит на нас сверху и одобряет то, что мы сейчас делаем. Нам вместе с православной церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится спасать наши традиционные вековые устои. И порушить мы их не должны. Мы знаем, к чему это приводит. Мы знаем, что в Беларуси, где народ со времен Ефросини, Полоцка и Кирилла Туровского молился в единстве и избавлении от междоусобиц. Поэтому мы ни в коем случае не должны этого допустить, следуя заветам этих святых. Отрадно, что наша церковь православная разделяет нашу озабоченность и готова работать на единение нашего народа. Продолжение следует...